Аграриям Чувашии возместят части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Об этом говорили на заседании Кабинета министров Чувашии. На сегодняшний день рост стоимости материально-технических ресурсов ведет к увеличению себестоимости производства зерновых культур. Такая ситуация, в свою очередь, может привести к росту цен на зерно и продукты его переработки. Для устранения подобных рисков в федеральном бюджете заложена субсидия на возмещение до 50% затрат на производство и реализацию зерна. Средства будут сформированы за счет доходов от таможенных пошлин на экспорт пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, рапса, подсолнечника и сои. На возмещение затрат могут рассчитывать и аграрии республики. Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета между субъектами Российской Федерации будут распределены исходя из объемов финансирования. Исходя из доведенных объемов финансирования, в соответствии с правилами сельхозам Чуваши будут рассчитаны ставки на одну тонну произведенного и реализованного зерна. По предварительной оценке в 2021 году на субсидии могут претендовать более 500 сельхозтавропроизводителей, занимающихся производством зерновых культур. Среди других вопросов повестки дня – создание спортивной школы в городе Чебоксары. Она появится в здании, закрепленной за спортивной школой Олимпийского резерва номер 5 имени Валерия Николаевича Качкова. И будет специализироваться на развитии игровых видов спорта, в первую очередь волейбола. Им занимаются свыше 33 тысяч человек. Планируется, что набор детей начнется в сентябре этого года. Яна Яранова, Вадим Владимиров, Республика.